Недооцененные рыбки Недооцененные рыбки, именно так обычно говорят о разборах. В этом видео хочу сделать все возможное, чтобы оценка этих красивых рыб поднялась. Начнем с разбора клинопятнистой. Возможно, после просмотра кто-то из вас решит их себе завести. Это будет отличным выбором. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! Чаще всего в зоомагазинах и аквасалонах эту рыбку можно встретить под названием разбора клинопятнистая. Однако ее можно встретить под названием разбора гетероморфа или разбора клиновидная. Это все одна и та же рыба. Но стоит отметить, что есть очень похожие на нее рыбки. Например, разбора эспей или разбора хенгеля. Как видите сами, разница в рисунке. Но это только на первый взгляд. Разбора клинопятнистая обитает в Таиланде, Сингапуре, Борнео, Суматре, Малайзии. Эспеи помимо Таиланда обитают в Камбодже и Вьетнаме. А хенгеля обитает в Борнео, Суматре и Назонских островах. Также разбора хенгеля и эспеи имеют размер не более 3 сантиметров. Клинопятнистая разбора не менее 4 сантиметров. Исходя из того, что это стайные рыбки, минимальный объем для стайки клинопятнистых разбор не должен быть меньше 40 литров. Для похожих собратьев не менее 30 литров. В целом же уход и содержание всех этих разбор одинаков. Давайте обратим внимание на условия, в которых она живет в живой природе. Ведь место обитания, которое они выбрали на нашей планете, и есть идеальные условия, которые необходимо организовать в аквариуме. Они не встречаются в стоячих водах, только медленно текущие реки и ручьи. Как правило, в таких водоемах вода всегда чистая и очень хорошо обогащена кислородом. Поэтому в аквариуме обязательно должна быть фильтрация и компрессор. Но так как ручьи и реки с медленным течением, то фильтр не должен создавать сильное течение в аквариуме. В крайнем случае, струю можно направить вверх. Немаловажным является освещение аквариума. Оно в идеале должно быть приглушенным, так как реки и ручьи, где обитают разбора клинопятнистая, находятся в джунглях и солнечного света там не так много. Для того, чтобы приглушить свет, можно использовать плавающие растения. Добавлю, что при ярком освещении разборы не демонстрируют яркость своего окраса. Становятся более блеклыми. К тому же, стоит сказать о цвете воды. В реках джунглей вода коричневого цвета или, как еще говорят, чайного цвета. Немногие любители аквариумисты видят такую воду привлекательной. Это дело каждого, но я не могу не сказать, как добиться такого цвета. Есть несколько способов. Первое, это, конечно же, коряга. Например, мапани. Она тяжелая, сразу опускается на дно, и вода очень быстро становится темной. Хватает такой коряги года на два. Потом цвет воды уже не такой насыщенный. Коряги хороши и тем, что в живой природе, где обитает разбора клинопятнистая, именно из-за корней деревьев темнеет вода. Помимо корней, цвет дают опавшие листья. Часто в аквариуме применяют дубовые листочки. Они также повлияют на цвет воды. Если у вас нет желания использовать коряги и листья, но хочется сделать воду темной, у компании Тетра есть специальная жидкость. Если вы что-то подобное встречали от других производителей, обязательно напишите об этом в комментариях. Очень хорошо, если в аквариуме есть живые растения. И не только потому, что такой аквариум очень красиво смотрится, но и потому, что разборы в аквариумах с густо засаженными растениями чувствуют себя как дома. Естественно, под растениями нужно делать питательную подложку. Не забудьте оставить место для свободного плавания. В таком месте в качестве грунта хорошо подойдет мелкая галька, гравий или песок. Температуру воды необходимо поддерживать на уровне 23-25 градусов. Такой температурой мы создадим схожие параметры с естественной средой обитания. Для поддержания температуры в нужном диапазоне нам понадобится обогреватель. Жесткость воды в пределах от 8 до 12, а кислотность от 5,5 до 7. Для точных измерений лучше всего использовать капельные тесты. По своему характеру разборы очень дружелюбны. И я сейчас говорю не только про клинопятнистых. Они способны уживаться со всеми видами мирных рыб. Но к крупным мирным рыбкам нужно относиться с осторожностью. Ведь даже мирная золотая рыбка может случайно съесть маленькую разбору. Естественно, хищным рыбам подсаживать можно, но только в качестве корма. Не забывайте о том, что разбора стайная рыбка. И не важно, кто будет соседом, но он точно в стаю вхож не будет. Разбора клинопятнистая в хорошей стайке обретает более яркий окрас. Очень важной частью ухода является кормление. К счастью, клинопятнистые разборы не привередливы в еде. Они очень хорошо едят все промышленные корма. Хлопья, чипсы и даже маленькие гранулы. Белковую пищу можно назвать самой важной, так как в живой природе основной рацион – это упавшие деревья в воду, насекомые, личинки, черви, ну и, конечно же, зоопланктон. Мелкий замороженный мотыль – одно из любимых блюд разборы. С живым кормом нужно быть поосторожнее, чтобы не занести заразу. Самое главное, чтобы корм соответствовал маленькому рту. И всегда помните о том, что рацион должен быть разнообразным. Это залог здоровья. И еще один важный момент. Все вы знаете о том, что всех рыб условно можно разделить на три группы. В зависимости от того, в каких слоях они обитают. Те, которые обитают в верхнем слое, рот приспособлен брать пищу с поверхности воды. Другие, так называемые донные рыбки, нуждаются в корме, который быстро тонет. Так как у донных рыб рот опущен вниз. Разборы предпочитают средний слой воды. Соответственно, лучшим вариантом будет корм, который медленно тонет. Конечно, это совсем не значит, что они не будут поднимать со дна. Но плавающий корм предпочтительней. Обычно уход за разборами дело не хитрое и не сложное. Если все оформить правильно и подобрать мирных некрупных соседей, останется только не забывать кормить и подменивать воду. Хотя бы раз в неделю. Примерно по 20-25% от общего объема аквариума. Но если вдруг вам станет скучно, попробуйте развести этих рыб. Все они неплохо размножаются в домашних условиях. Более подробно об этом процессе я расскажу в других видео. На этом у меня все. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое познавательное видео. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. До новых встреч на канале Пар. Субтитры сделал DimaTorzok